Ветхие линии электропередачи, высокие тарифы на свет, нехватка жилья и плохой интернет. Эти и другие проблемы волнуют жителей села Коткино. В качестве субподрядчиков чистого города, старосты микрорайонов и председатели ТОСов предлагают привлекать к уборке снега местных жителей. Спортивное золото. В Наринмаре вручили 13 знаков ГТО высшей пробы. С обзором основных событий этого дня в студии Ирина Цепетова. Здравствуйте. Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Дату сегодня единогласно одобрили члены Совета Федерации. В течение пяти дней постановление о САФЕДе должно быть опубликовано. Именно после публикации данного документа избирательная кампания считается официально стартовавшей, а самовыдвиженцы могут организовывать собрание групп поддержки. Постановление о назначении выборов может быть опубликовано как в печатной прессе, так и на официальном интернет-портале правовой информации. Напомню, что ранее президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами и тружениками Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде сообщил о своем решении баллотироваться на новый президентский срок в 2018 году. После этого в ходе ежегодной большой пресс-конференции он заявил, что на выборы пойдет как самовыдвиженец. При этом Путин добавил, что рассчитывает на широкую поддержку граждан. Первый заместитель губернатора Неницкого округа Юрий Мурадов и главный федеральный инспектор Александр Бебенин встретились с жителями Коткина. Они озвучили самые главные болевые точки в жизни села. О том, что больше всего волнует каткинчан и будут ли приняты решения по озвученным проблемам, расскажет Любовь Пермякова. Проблем у сельчан накопилось много. Одна из них касается электричества. Дело в том, что в поселке Ветхая линия электропередачи. Со своей главной функцией нести свет в дома людям она давно уже не справляется. В населении у нас, пусть немножечко, но растет. Дома строятся, естественно, увеличивается энергопотребление. И в зимний период возникают проблемы. Когда люди приходят с работы в вечернее время, тем более в это время работает сельхозпредприятие, активно идет процесс дойки, переработки молока. И, соответственно, возрастает энергопотребление и идет снижение напряжения. И если в Коткинской электрической сети напряжение с года в год падает, то напряжение сельских бизнесменов и аграриев, касаемое высоких тарифов на электроэнергию, с каждым годом только растет. У меня в прошлый год электроэнергия была 13 рублей. Дотация была 100 рублей. В этом году сделали дотацию 50 рублей. Электроэнергию 39,60. Я должен получить дотацию 30 миллионов и 20 отнять из этой дотации, отдать жилком сервису на его развитие. Понимаете, при такой электроэнергии у нас через год здесь не только предприниматели, рыбков загнется. Сделать, говорю, нам одинаковую электроэнергию, чтобы я был конкурентоспособен, чтобы в городе предприниматели, что я здесь по 8 рублей. Почему тарифы такие высокие? На встрече с гражданами пояснила заместитель главы Заполярного района по инфраструктурному развитию Надежда Михайлова. У нас тарифы у Север-Жуку сервису установлены по электроэнергии 39 рублей, в Амдрине 41 рублей, и в Амдрине у нас здесь в Хангуре и Каминке, у которого Нарьяна стоит, такой же тариф. То есть у нас тарифы везде сопоставимы. Если говорим о вычтении тарифов по сельхозтоваропроизводителям, да, раньше был тариф отдельный для сельхозтоваропроизводителям, был 13 рублей. Но экономически обоснован был 39 рублей. Просто Север-Жуку сервису субсидировался, ну вот эта вот разница между экономически обоснованной и сельхозтоваропроизводителям субсидировалась. Сейчас, конечно, сельхозники у нас копали в такую ситуацию, когда у них субсидия за молоко уменьшилась, и тариф у них не субсидируется. Поэтому они сейчас, да, вытащены. Но это решает нам совместно проблему. Еще одна проблема, которая есть у жителей Коткина, особенно у ее старожилов, касается система отопления. Людям высокого возраста приходится, как и в 60-е годы, топить свои дома углем. Добиваемся кочегарки. Мы все живем пожилые там в нашей стране. Вот представьте себе, какого уголь таскать. Очень тяжело, говорю. Конечно, у меня внуки есть, но они тоже все на работе. У нас есть уже кочегарки? Ну, там молодежь живет, там у них с отоплением. А вот мы-то сейчас самые пожилые достались тут на берегу, то на самом воде. Тяжело. Я здесь родилась, здесь я живу. Конечно, могла бы уже давно на переселение попросить. Не хочу. Не хочет уезжать из родного поселка и заведующая местным магазином Леонида Канева. Но у молодой мамы проблемы с жильем. Я, допустим, хочу здесь построить дом, я хочу здесь жить. То есть земли мне пока еще не дали, не выделили. Как бы, да, нету. По строительству, по ипотекам я, допустим, ничего не знаю. Не знаю, куда обращаться, там у кого чего спрашивать. Потому что я живу здесь уже три года. Условия жилищные у нас неблагоприятные. Я живу с ребенками, с мужем втроем в однокомнатной квартире. Девушки, представители власти, обещали помочь. Впрочем, как и другим жителям села, которых кроме возможностей индивидуального жилищного строительства волновали проблемы, касаемые обеспечения села бензином, возвращения безлимитного льготного проезда и низкая скорость интернета. Как заверил Юрий Мурадов, по итогам рабочей поездки все проблемы будут отработаны профильными ведомствами. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Эксперты ОНФ возьмут на контроль уборку территорий и вывоз снега в Нарьинмаре. Ежедневный мониторинг будут вести председатели ТОСов и старосты микрорайонов города. Вместе общественники попытаются не допустить ситуацию, когда жители отдаленных территорий по несколько дней ожидают дорожную технику, находясь в снежном коллапсе. С наступлением зимы жители микрорайонов города каждый день рискуют оказаться в снежной блокаде. В дни, когда в Нарьинмаре бушуют пурга и метели, чистый город просто не справляется с накопившимся объемом работы. И зачастую самые отдаленные микрорайоны ждут дорожную технику по несколько дней. Попытаться переломить ситуацию в свою пользу старостам и председателям ТОСов предложили активисты Общероссийского народного фронта. У каждого есть свои участки. Все могут отметить, когда-то почистили, тогда-то не почистили, тогда-то техника была, тогда-то снег был, пришли на третий день, на второй, на первый. То есть у нас реально сложится истинная картина того, что существует с уборкой отдаленных территорий города Нарьинмар. Потом проведем разбор полетов. Полный смысл этого слова. Пригласим в городскую администрацию людей, которые ответственны. Если мы этого не сделаем, на самом деле ничего не поменяется. Все будет вот так вот гаситься, 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 и в конце концов люди будут страдать. Старосты и председатели ТОСов предложение приняли и в ответ выдвинули свое. Убрать снежные завалы они могут и сами. Почти в каждом микрорайоне есть жители, владеющие собственной снегоуборочной техникой. Мы просим отдать нам уборку дорог в наш микрорайон. У нас у жителей есть своя техника. Когда были аукционы, мы говорили о Родионовском, мы разбейте, выделяйте отдельно наш участок. Мы сами примем часть аукционы. Выиграем и наймем своих же жителей, которые в 5 утра идут и почистят. А не в 6 вечера, когда уже все с работы идут, по коленам. С позиции Виктории Бобровой согласны и другие старосты микрорайонов и председатели ТОСов. Своя техника есть и у жителей Сахалей, на Захребетке и Мирного. Дело осталось за малым. Найти механизм взаимодействия чистого города и жителей. Сегодня уборка территории и вывоз снега является частью муниципального задания предприятия. Это значит, что отдать часть задания чистый город сможет только через субподряд. По этой схеме, которую вы просите, никто не пойдет. А если вот действительно правильно, через субподряд, да, но это должно быть финансирование достаточно. И они заключаются там с мирным. В этом вопросе эксперты ОНФ пообещали помочь. Как и помочь в разрешении одной из самых острых проблем всех микрорайонов города – недостаточном освещении. Ни индивидуальные, ни коллективные заявки старосты и председатели ТОСов в городскую администрацию до сих пор не принесли никакого результата. По информации представителей депутатского корпуса Гурсовета, в бюджете Наринмара на будущий год не заложено ни копейки на дополнительное освещение микрорайонов. В чистом городе это только на обслуживание действующих сетей заложены деньги. На новое освещение ни копейки. На установку, на прокладку новых сетей. То есть это нам нужно вот тогда вместе, мое предложение, сформировать общую заявку. По всем районам, например. Да, направить именно в администрацию города и контролировать. Такая заявка будет составлена по предложениям старост и председателей ТОСов и отправлена на имя главы Наринмара от Общероссийского народного фронта. Активисты движения надеются, что таким способом удастся достучаться до руководства города и на первоначальном этапе добиться средств на разработку проектной документации по установке дополнительного освещения в микрорайонах города. Ирина Цепетова, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Наринмаре прошло очередное заседание антинаркотической комиссии Неницкого округа под председательством главы региона Александра Цибульского. Члены комиссии обсудили наркотическую ситуацию в округе, вопросы профилактики немедицинского употребления наркотиков, вопросы комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. По сведениям наркологического кабинета Неницкой окружной больницы, на 1 декабря 2017 года в округе зарегистрировано 11 человек с синдромом зависимости от наркотических веществ и 42 пациента, злоупотребляющих или эпизодически употребляющих психоактивные вещества. С начала года под наблюдение было взято 5 наркозависимых, из них трое освободились из мест лишения свободы. Как отметил начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Неницкому округу Евгений Солонович, за 11 месяцев 2017 года на территории округа зарегистрировано 48 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Из них 35 относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Осужденные получили реальные сроки – максимальный 10 лет 6 месяцев. Также в этом году отмечен рост наркопреступлений, совершенных несовершеннолетними с 2 до 5. К 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии осужден 1 несовершеннолетний. Еще один подросток приговорен к 4 годам лишения свободы условно. В регионе на постоянной основе проводят профилактические мероприятия и акции, направленные на формирование негативного отношения к употреблению наркотических средств, психотропных веществ, табачных изделий и алкоголя. В текущем году была продолжена работа по реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. Резюмирая итоги годовой работы, антинаркотическая комиссия глава региона поблагодарил всех, кто участвует в профилактике потребления наркотиков и приобщает молодежь к занятиям спортом и здоровому образу жизни. Александр Цибульский отметил, что задача всех субъектов профилактики – предоставить жителям альтернативу пагубным привычкам, помогать молодежи открыть новые здоровые интересы. Такая работа должна быть организована в каждом населенном пункте. Золото, заслуженное в спорте. Сегодня в Наринмаре вручили 13 золотых знаков ГТО. Среди получателей – как мастера спорта, так и те, кто только начинает свою спортивную карьеру. Софья Семенова – самая юная участница физкультурно-оздоровительного движения ГТО в Наринмаре. Ей всего 8 лет, но она уже получила золотой значок. Я 5 лет занимаюсь плаванием, а про ГТО у меня рассказала папа. Отжималась, кидала в кольцо, теннис на мячи. В спортивной школе «Труд», которая является оператором ГТО в Ненецком округе, зарегистрировано более тысячи жителей. Всего с начала года значки «высшие пробы» получили 40 человек – 61 серебряного достоинства и 28 бронзового. Также с этого года принять участие в физкультурно-оздоровительном движении могут не только школьники, но и студенты, и взрослые. Работа ведется не только по привлечению молодежи, работа ведется по привлечению людей всех возрастов. И в Ненецком округе из года в год намечается положительная динамика по количеству людей, сдавших нормы ГТО. Это очень отрадно, это очень радует. Напомню, физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» был возрожден президентом России в 2014 году. Ненецкий округ участвует в нем с 2015-го. Всего за это время выдано 314 значков. В Наринмаре стартовал фестиваль «Выходи гулять». Первыми его приняли жители улицы Молодежная в поселке Искателей. Не мерзнем. Сегодня в Ненецком округе стартовала поздравительная акция Деда Мороза и его свиты. Мероприятие проходит в рамках Всероссийского фестиваля «Выходи гулять». Инициатором его проведения в регионах стало Министерство строительства Российской Федерации. Здравствуйте, детишки! Девчонки и мальчишки! Первый этап всероссийской акции «Выходи гулять» – праздник на детской игровой площадке на улице Молодежная. Театрализованные поздравления жителей поселка Искателей уже традиция. В этом году мы решили присоединиться к фестивалю «Выходи гулять» и провести акцию «Не мерзни» в преддверии новогодних праздников именно на детской площадке новой, установленной по проекту «Городская среда». Основное условие – общественные объекты для проведения мероприятий фестиваля благоустроены в 2017 году. В поселке Искатели таких площадок три. У нас порядка 6 миллионов, но 6 с небольшим миллионом, 5 990 и плюс наше софинансирование, поэтому где-то порядка 6 миллионов 100 тысяч. Построено три площадки. Данную площадку, допустим, сейчас открывают, ставят елочку. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению президента. Из федерального бюджета Ненецкому округу на эти цели выделено 10 миллионов рублей и еще 15,6 миллионов выделено из окружного бюджета в рамках софинансирования. На эти деньги возведено две общественные площадки и три игровые в городе поселке Искателей. Следующими к акции присоединятся жители микрорайона «Мирный». Для них уже в это воскресенье организаторы запланировали День снеговика, также на недавно построенной детской игровой площадке. А 23 декабря «Гулять» позовут детишек, проживающих в старом аэропорту. Фестиваль «Выходи гулять» продлится и в новом 2018 году. Интересные мероприятия ждут горожан и жителей поселка Искателей вплоть до апреля следующего года. Ольга Русл, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». День профилактики детского травматизма на дорогах. Акция под таким названием прошла сегодня во всех школах города. Сотрудники ГИБДД проверили школьников на наличие световозвращающих элементов на одежде, а родителей на наличие детских удерживающих устройств в автомобилях. В сегодняшнее утро для учеников первой школы началось не с проверки знаний. Сотрудники окружной госавтоинспекции совместно с родителями выясняют, есть ли у детей световозвращающие элементы на одежде. Уполномоченный по правам ребенка Римма Федоровна Галушина предоставила нам эти фликеры, и ребятам, у которых их нет, мы их выдаем. В основном у ребят, у многих есть фликеры, я думаю, что родители побеспокоились о безопасности своих детей. Пока родители проверяли детей в школе, инспектор по безопасности дорожного движения Светлана Фролова встречала школьников у ворот. Большая часть перевозят детей в соответствии с правилами дорожного движения. Некоторые родители все-таки у нас допускали нарушения. То есть не пристегивали детей старше семи лет, которые достаточно крупные, высокие детки, ремнем безопасности. Поэтому проводили профилактические беседы с ними. Акция по профилактике и безопасности детского травматизма проходит сегодня во всех школах города. Вечером полицейские проведут беседы и в детских садах. Илья Сахаров, Александр Литков, Антон Мудряков, Телеканал Север. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...